хорошо все пришли послушать про путь сантеан а кто что-то знает про него кто уже проходил этот загадочного понятно ну может быть сейчас найдем хорошо меня зовут александр моя фамилия удалов я несколько лет назад совершил раз в первый раз я как бы предысторию немножко скажу да я думал что все придут уже после первой несколько лет назад я провел эксперимент исследования и прошел вокруг света без без денег без вещей без маршрута без знания языков для цель было исследование изучить природу страха и в ходе кругосветного путешествия у меня на пути был путь сантеага который я давно хотел пройти и он был такой знаете как маленькой кругосветкой вот смотрите если бы у нас сейчас с вами была бы встреча о кругосветке я бы вам сказал дорогие мои после встречи ни в коем случае не одеваем рюкзаки и никуда не идем потому что это немножко не 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 подсеха на заточенный путь потому что прежде всего нам нужно определить иду ли я своим путем отправиться в такой глобальный эксперимент а вот а по поводу пути сантеага если вы меня спросите скажу что супер это такая вещь которую просто нужно пройти каждому может быть не все 800 километров там как я прошел но хотя бы знаете те те последние 100 километров которые рекомендованы к прохождению стоит пройти потому что это реально такое познание себя открытие себя какого-то нового вообще вот вот такое переформатирование в голове происходит круто вот давайте по порядку про я проводите все переформатирование что происходит в пути шо поехали путь сантеага я вот тут вот сделал и видно не видно славе такие небольшие сделал сначала про историю может быть вы читали конечно в интернете много очень информации что я знал перед тем как отправиться в путь сантеага я знал о том что это путь который когда-то до прошли множество там великих людей карл великий прошел этот путь где-то там сбоку его немножечко проходил наполеон но и много кто еще проходил но легенда гласит как что изначально этот путь был связан с религией изначально апостол яков он некоторые говорят он прошел этот путь на самом деле он не проходил этот путь которым идут все паломники да потому что знаете на пути я много раз встречал людей которые не начинали рассказывать историю говорили и я задавал вопрос на пути зачем каждый из людей идет этот путь и часто мне люди говорили знаешь его прошел вот когда-то яков и я хочу пройти на самом деле яков не проходил этот путь на самом деле вот конечная точка сантеага-де-компостела город где построен собой собор основной куда все паломники в конце приходит он построен на том месте как гласит легенда где когда-то были обнаружены в одной в одном рассказе что там ковчег приплыл с останками да а второе что это где-то в лесу какое-то захоронение было и вот один из монахов вышел увидел свечение я пришел туда наш на нашлись нашли вот эти мощи и там построили храм это а вот такая легенда если мы начнем дальше историю копать потом окажется что там есть какие-то по подводные камни что это вообще было вот умышленно там чего-то придумано но это вот все вот по стопу поскольку имеет на самом деле отношение и значение к сути того чтобы просто пройти этот путь потому что здесь не важно легенда не важно суть а важен сам процесс а вот как ты движешься и какие процессы в тебе запускает вот этот путь то есть дело не в пути а в том как ты его в себе создаешь или как он тебя начинает трансформировать и начинает тебя создавать зачем люди идут путь сантьяго тоже и а из моего опросника то есть моя моя задача да как исследователя было кроме того что пройти и понять для для себя самого что что дает путь сантьяго я еще постоянно всех опрашивал для чего вообще люди идут ничего они там оказались если изначально этот путь проходили люди с целью того чтобы перри перейти скажем так на новый уровень качественный вот смотрите а если я в какой-то момент жизни понимаю что все я пришел в какой-то тупиковое состояние я не понимаю куда мне дальше двигаться то получается что мое качество некое уже исчерпана и нужна наработка новых скале новых количеств каких-то для того чтобы перейти в новое качество люди вставали на путь шли с ними происходило переосмысление перед транспорт перед трансформацией и приходя к концу пути они как бы переходили на новый уровень такой квантовый скачок совершали и уже от нового себя начинал новый отрезок жизни это было но изначально когда вот рыцари проходили этот путь для того чтобы что-то переосознать короли вставали на этот путь для того чтобы что-то признать сейчас путь очень обустроен там через каждых два километра есть гостиницы где можно остановиться там на каждом шагу практически есть различные кафешки и люди идут с целями разными кто-то говорит да я просто пошел пашку потусить тут такие виды классные фотографии сделаю кто-то будет руки встречу здесь свою судьбу найду себе жену кто-то наверх я найду себе мужа другие говорят я вот хочу приобрести новых друзей вариантов много кто-то сбегает от себя он говорит знаешь вот ну у меня трагедия в жизни меня там кто-то бросили ли я потерял работу люди тоже встают на этот путь и идут кстати хороший вариант в данной ситуации когда ты оказываешься как раз дать я вот поместили уже в ситуацию в кризисную и путь он тебя выведет как раз на новое какое твое движение а с одной женщиной я общался она из польши она сказала я пошла путь сантьяго для того чтобы она пишет книги по кулинарии я пошла встала на путь сантьяго и думала о я приду на путь сантьяго и вернусь и напишу книгу которая будет называться кухня пути сантьяго и каково же горит моё горит разочарование когда я закажу в каждое кафе там бургеры чизбургеры кофе кола какая кухня и кухня сантьяго теперь вот просто наслаждаясь трансформации себя потому что каждый человек начинает замечать что с ним происходит какие-то преобразования но одно могу сказать точно что каждый встающий на этот путь по окончании его получает именно то на что у него есть запрос даже если мы этот запрос не озвучиваем он из подвольда из подсознательного нас достигает там в окончании мы вдруг осознаем да вот она поэтому это классная вещь да кстати по поводу вот похудеть очень-очень много запросов было наверное самый больший процент такой был при опросе люди говорили да но но опять да вот эта трансформация если опрос брать людей до половины пути от начала до середины да то а люди основном в основном вот говорили какие-то такие и у них была цельно направлена вторая половина пути включала в человеке уже что-то абсолютно другое и люди такие говорили я вообще-то пошел для того чтобы да там например похудеть но я уже не помню про это потому что со мной стали происходить абсолютно другие процессы я не понимаю что это со мной происходит все человек переходит на вот тот что я говорю да в конце каждый понимает какой у него на самом деле был запрос а внешне мы можем все что угодно там себе поставить кто идет вот а если за под задачу доска изначально искал до задачи какая у людей а глобальная перис перед трансформация и верите на другой уровень но при этом людей то можно встречать от а младенцев которые идет могут идти люди семьей и они несут детей там на руках а идут пожилые люди даже один раз была ситуация такая первый день закончился чуть позже про первый день подробно расскажу а на следующий день я встаю мне уже никуда не охота идти у меня уже ноги все сбитых в кровь я думаю боже зачем я пошел вообще на на этот путь и вдруг я вижу а выходят люди вот ну утро и люди на тропу выходят выходят там где кто ночевал они начинают стекать я вдруг вижу впереди меня идет женщина пожилая с палками и она еле-еле идет я смотрю на нее и думаю человек вот но пожилой на деле движется и она все равно идет а я тут стою и думаю зачем я это а то есть от младенцев до до людей которые еле-еле идут пожилые идут семьями идут группами идут по одному идут люди всевозможных национальностей когда я проходил вот из из русских почему-то я встретил только одного человека последних 100 километров и но сейчас говорят что поток русско-говорящих людей там увеличился на момент того когда я проходил меня иностранцы спрашивали почему так мало русских проходит путь сантьяго я говорил я говорю я не знаю надо наверное спросить русских они говорят но вот мы предполагаем они наверное думают что но чаще всего иностранцев была версия что русские думают что это что это дорого пройти путь сантьяго кстати по поводу животных еще до очень ну не так что прям много-много достаточно количество людей встречал которые идут с собаками со своими и они говорят причем они уверены что собака тоже про проходит в этот момент трансформации то есть когда человек сравнивает с отлавливает себе отслеживает что в нем происходит трансформации он говорит так вот я понял я думаю что с собакой происходит а она говорит тоже трансформируется сначала человека замечает что с собакой что-то не то потом она отслеживает себе что с ним начинает происходить перемена потом он соотносит я понял что с ней происходил где ночует на пути сантьяго самое такое про простое и до доступная это вот здесь вот фотографии реальные называется альберги это типа хостелов которые открываются где-то с 12 или в 12 или в два дня что можно остановиться и утром 8 где-то край там 9 наверное люди уже должны покинуть это альберга потому что его готовят к следующему заходу а это к очень способствует тому что ты не можешь остаться остаться засидеться да дать себе какое-то послабление знаете как мы начинаем да за завтра же завтра что я начну бегать я начну бегать а потом утром стало ладно не за сегодня не тот день завтра да а здесь все у тебя вот утро и ты хочешь не хочешь и там начинается утреннее такое когда начинается утро часов четырех самые активные люди днем идти жарко поэтому все стараются пойти пораньше пока еще комфортно идти но в темноте вот у тех у кого есть фонарики с собой кто предусмотрительные взял они встают как правило часа в четыре и начинается потихонечку вот это выползание и пошли мигать фонарики потом чуть там попозже и вот до восьми часов этот поток растягивается и те кто совсем уже поспать хочу сколько там у без 58 ну ладно и не подскакивать и и уже выбегает без питьевосик чтобы покинуть а ну вот это мой любимый вариант плохо видно это я по под деревом на самом деле там типа тепло мне правда кто-то сказал вот странно ты так лежишь и не боишься вдруг там змеи никогда не задумывался если там змеи как-то они мне не встречались но у меня был такой шикарный вариант я под этим под открытым небом под звездами а еще варианты вот такие есть когда люди идут там вот вот это был момент когда дождик пошел те кто ехали дочь пошел они раз сразу под крышу и здесь вот так и остались ночевать то есть варианты либо в альберги альберги от пяти евро за ночь зависимости от места его расположение первый отрезок да опять же пути от старта до середины пути это можно запросто найти государственные альберги они где-то в районе пяти евро стоит замер а если мы берем вторую половину пути или последних стоит 100 километров там уже ниже 10 евро не найдешь потому что там поток людей увеличивается и там уже такое знаете как коммерция такая получается ну последних 100 километров вот на меня да я считаю идут люди которые а не за трансформации идут а за ну за бумажкой вот за это позже вам покажу да за свидетельством об отпущении там грехов а если раньше да мы изначально брай если ты пройдешь весь путь с тобой произойдет трансформация ты приходишь тебе дают это вот свидетельство ты такой тебе не важно это свидетельство ты реально получил трансформат а здесь ты ведешь 100 километров приходишь тебе дать бумажки я получил отпущение нет здесь вот все-таки важен этот процесс хотя может быть люди за 100 километров получают спорта способ передвижения опять сварить вот эти вот современные послабления если мы сравним как изначально предполагается паломник это человек который что делает или грим это человек который идет и больше ничего не делает сейчас тоже есть для того чтобы вот эту бумажку в конце получить кучу послабление можно проехать на коне нормально все равно трансформируется и конь вместе с тобой трансформирует можно проехать на велосипеде тоже а вот конь я думаю точно трансформируется как трансформируется велосипед в этот момент возможно он может сломаться до для того чтобы усилить трансформацию человека тогда придется его например нести на себе это тренировка тела до либо отказаться от него эта тренировка танка и такого до привязки все прости друг я пошел дальше а еще есть разные варианты не знаю вот видно не видно здесь знаете я когда это увидел это было где-то на середине пути колесо стоит вот этот парень а я сижу на привале где-то середина пути было вдруг вижу по дорожке едет на на одном колесе ну вот это как на этом самом как в цирке такой раз едет я думаю нормально а вот вариант что еще такой до 4 колесный такой какой-то там автомобиль то ли такой четырехколесный велосипед а были варианты когда люди а из-за того что вот это вот про про вещи да ты когда встаешь на путь тебе кажется что те много вещей надо будет надо вот это вот это вот это вот это и в начале пути а идут люди прямо вот с рюкзаками вот так вот все там и тут висит и тут висит а когда они проходят какой-то отрезок они понимают что они взяли столько лишнего и начинается вот это откладывание я при своем вот таком маленьком рюкзаке к середине дня всегда думал как бы сделать так чтобы он стал еще легче хотя там и так по сути своей ничего не было и а поэтому вот те кто берут очень-очень много вещей и им не охота тащить были варианты а значит приделывают к себе такую тележку на колесиках то есть вот здесь как бы рюкзак но он там еще на колесиках и вот человек идет и как бы вот тележку за собой вот эту тянет были варианты на тележек на четырех колесиках были на двух но если а предполагать что мы идем просто да ну вот по такой дороге ну или хотя бы по такой это нормально с колесиками а если там есть перевалы где ты переходишь по горам где ты идешь есть даже в лесу такие переходы где там узкая вот такая тропиночка и ты сам вот так вот идешь как то то ну я не знаю как они проходят тележки с тележками с этими но опять же да вот велосипедисты они например вот эти участки объезжают по трассе то есть там идет тропа где идут паломники а где-то в каком-то плюс-минус отдаление есть трасса велосипедисты уходят туда и проезжает этот отрезок что ну видимо вот есть тележками на то что он проходит вот это было на самом деле так забавно наблюдать как как хочется роскошь и вот еще дополнительные варианты роскоши на этом пути то есть роско роскошь она вот ну как или комфорт это значит один из вариантов которые я там тоже где-то узнал был следующим я иду я по пути до дождик идет значит я такой иду догоняю молодого мужчину мы с ним поравнялись идем я смотрю а у него за за спиной такой знаете не даже не рюкзачок а такой как мешочек в нем лежит бутылка значит с водой ну и наверное даже не на есть там еще что-то ну вот такой вот небольшой какой-то вот как дети со сменкой ходят вот такой вот и он такой идет такой вот так вот посвистывая все я я такой говорю это это путь со тягу он грида и он не говорит да я иду со старта все я такой а где а он говорит там где-то и он рассказывает оказывается значит есть услуга такая приезжайте на старт планируете до какого вы следующего пути за этот день дойдете но опять же да это активизирует дойти до следующего пути а сдаете чемодан в эту службу и ваш чемодан доезжает или рюкзак ну или что у вас есть он доезжает до этого пути до этого и точки а там в эту куда вы скажете там привозят в эту гостиницу в альберт все вы спокойненько проходите там 20 километров приходите на следующую то есть все очень комфортно и обусловлено везде везде все с роскоши а дальше вы приходите до забираете свой чемодан там распаковываете берете что надо проводите ночь утром встаете у вас опять чемодан сдают чемодан поехал рюкзак отдельно вы идете дальше пешком вот забавно было узнать ну вот просто километров я уже сказал да вот это вот роста роскошь состоит в том что если ты хочешь сказать я прошел путь сантьяго у меня вот есть смотрите свидетельство прохождение пути сантьяго то можно пройти 100 километров а некоторые оправдывают это тем что говорят у меня нету столько времени да ну вот 800 километров путь я его прошел за 30 дней да кто-то говорит у меня нету месяца для того чтобы этот путь пройти а знаете что делают те у кого нету времени но они реально хотят пройти этот путь они приезжают в то время когда у них например отпуск вот есть две недели отпуска они приехали две недели прошли уехали а год прошел через год приезжает на ту точку откуда закончили проходят но они проходят весь путь а интересовался я у таких людей насколько вот это вот трансформация происходит так же как и в когда ты целиком идешь они говорят что что-то что с их точки зрения некоторые даже не то чтобы на 2 разбивают участка а идут там один участок проходит на второй год второй третий кто-то четыре на четыре разбивку делает люди говорят что наоборот за год происходит переосмысление того что они прошли вот за этот отрезок и когда они приходят сюда у них во первых вспоминания вот этого приходит дальше у них идет по усилению вот и а третья роскошь тоже папа рассказом знаю это когда ты останавливаешься не в альберги в альберги ты останавливаешься ты приходишь туда там начинается испытание тебя на вот это на принятие да тут храпит кто-то там ходит что-то ворчит доз жарко тебе то холодно тебе да тут можно окно открыть нет этому не нравится и вот это вот вот такой вот толерантность тренировка толерантность вот люди когда устают от такого не я день и ту и так устала тут еще вот не не могу они идут в гостиницу но гостиница стоит по сравнению с альберги вот опять же вот это вот женщина которая пришла на путь чтобы писать про кухню она мне рассказала говорит что-то я горит так устал от людей я решила в гостинице номер снять прихожу в гостиницу значит мне говорят 40 евро я такая думаю мой 40 евро так много но я хочу одна побыть все горит я значит заплатила пришла в ванну легла лежу ой как здорово ой как все классно значит потом там еще чего-то там сходила поела еще еще а потом ведь утром встала и друг бума что по-моему я не то делаю а она как она объяснила получилось наложение как бы разных до и энергии она шла в каком-то вот таком вот потоки а тут она куда-то вышла в это и она говорит мне уже утром 8 же не надо покидать гостиницу сразу же когда через этот когда за и закрытие в 12 или в 2 до ма у нее появилось такое искушение появилось а может быть это остаться на второй день еще еще в ванной полежать и она говорит я чувствую все я выбиваюсь у меня горит ритм сбился я думаю все люди я вас люблю я иду вы ночую в альбергах и другие варианты люди рассказывали когда вот этот вот разнобой но при этом всегда можно роскоши чем делятся на пути сантьяго больше из своего опыта но и общепринятая какая-то вот из общепринятого а если а люди идут например до двух дня а в два дня они заходят в вальберге и начинается там такое мама массовое знакомство да и как правило вот два блюда которыми начинают друг другом делиться это спагетти и овощные салаты причем знаете делают вот так тазами даже один человек пришел и может готовить тазиками потому что он потом начинает всех зазывать и были ситуации когда я вообще не планировал заходить там куда-то я шел у меня еще впереди я обычно там до 6 вечера шел я иду вдруг меня хватает и говорят у нас тут день рождения у кого-то давай стоит этот самый тарелка огромная со спагетти тазик этот с этим а и вот это вот такой вот а есть там когда через города проходишь есть у деньги и улочки и поэтому когда ты идешь через улочку там вот эти альберги дверями выходят в эту улочку тебя могут там это давай давай party party а и а вот и вот этим делятся делятся всегда все а дальше вот по порядку ликопласты после первого дня утром когда я проснулся я понял что я не могу дальше уже никуда идти после первого дня до всего день а их было тридцать первый день вторых то есть второй день утро я понимаю что я уже никуда не иду у меня ноги просто все в кровь разбиты я даже не понимаю чего там как с чем делать я сижу а ночевал я в кювете в этот в их в эту ночь первую я сижу на обочине этого пути я понимаю что у меня нету а у меня рюкзачок вот такой у меня не было там никакого не лекарств ничего никаких лейкопластырей вот это то что важно взять и вот лейкопластырь это вообще очень штука важно потому что какая бы я потом понял какая бы не была удобная обувь подобрана какая бы какие бы носки там супер там вот со всякими там прокладками нибудь вот все равно из-за того что мы не привыкли по ногу тренировки вот это нет первые дни ноги у всех сбиваются с кем-то не разговаривал все время и а прайс произошло следующее сижу на обочине понимаю меня нету скотча у меня носки вот так снизу все просто вот в такие дырки стерты я сижу думаю боже как идти зачем я вообще сюда пришел а и начинают проходить мимо меня люди вот это была первая как раз встреча с тем чем делятся люди на на пути сантех ко мне подходит там китайцы и мне такие показывают достать скотч китайский потом ко мне подходят поляки следующий скотч пошел в общем через час у меня все ноги в скотчах всех стран со всего мира то есть там австралийцы мне дали позади почему запомнил австралийцы острый лиц какой-то удивительно отличающийся от всех вот подобных каких я видел только скотчей скотч и лейкопластыри лейкопласты он был такой как вот типа прозрачный и как кожа они его наклеили я даже сначала не увидел куда они наклеили я такой говорю я буду знать теперь вот это австралийский очень у меня ноги были вот этим точно делятся я знаю потому что это было во второй день пути а второй момент вот а по поводу носков абсолютно я смотрите я пошел в путь сантехи абсолютно к нему не готовился до в рюкзаке у меня ничего с собой такого специального не был кроссовки были такие что я чувствовал все камушки какие только встречались на дороге а носки у меня были обычные и бы самые там какие-то сколько они там не не помню уже стоили в общем самые дешевые носки поэтому они сразу же просто вот в дырке все стирались а и вот я я что делал я носки вот так вот стягивал вперед и вот так вот загибал чтобы хоть хоть как-то терлась а дальше произошло то что все там две пары носков которые у меня были они стерлись а я вот так их просто завязывал чтобы они хоть как-то создавали и вот я сижу значит а около на на при на нет не привал там короче какой-то кафе было я присел на лавочку сижу такой у кафе подходит мужчина с женщиной ну слушай по-немецки разговаривает и присаживается по другую сторону стола я сижу вот там они здесь наоборот я здесь они там да я такой сижу я просто на привале а то есть не они не видят ни моих ног да они я никому не кричула у меня носки все протерлись помогите и я просто сижу и мужчина заходит в кафе женщина начинает что-то перебирать рюкзаки через пару минут она подходит ко мне и протягивает три пары на носков я смотрю на нее такой с одной стороны у меня такая радость а я понимаете вдруг вижу она мне дает такие носочки прям вообще классный но такие вот специальные трековские носки вау класс я такой не 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 я и две пары обратно отдаю я только одну возьму берите берите и мне показывает на рюкзак а у ней там вот прям мешок ну и вот много их очень много и она мне показывает я много взяла типа надо рюкзак разгружать на а вот эта мистика она происходит на пути люди чувствуют интуитивно да кому что надо она же не 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 стала там что-то другое предлагать а именно вот топа что у меня был запру и дальше я беру эти носочки ой они такие я их одеваю они такие ой а там вот эти вот она вот на месте здесь да и вот здесь вот эти вот прослойки там дополнительных они такие мягенькие я такой ой как здорово я такой иду да я уже забыл что у меня ноги там стерты вот это очень важная вещь на самом деле когда если вы соберетесь путь затяге обратите на это внимание а у меня в ютюбе где-то выложено видео которое я сразу же снял там даже я носки демонстрирую а вот а супер вот это вот очень важно потому что все остальное ну дождь пошел ну подумаешь ну высохли да а ноги когда сбивается уже как-то вот но при этом это как один из инструментов того что через это тоже идет трансформация до принятия терпения вот а дальше про пироженку это к серии тех же носков да я отследил что на пути сантьяга происходит вот это вот сонастройка людей и они тебе дают именно то да под что у тебя есть запрос и ты идешь к человеку именно под его какой-то запрос а с пироженками была интересная ситуация а сижу я тоже как-то там на привале и такой сижу и думаю все хорошо на пути сантьяга но так по-сладкому соскучился сейчас бы пироженку а потом думаю что-то как-то я прям вот я же трансформируюсь до трансформироваться надо все нормально а вдруг из из выходит идет девушка а мы с ней а на пути сантьяга еще знаете так интересно ты периодически с кем-то встречаешься через какое-то время причем иногда бывает ты его обгоняешь этого человека о привет я тебя знаю да обгоняешь и а потом ты даже не видишь когда он тебя обгоняет ты его встречаешь через какое-то время но ты его догоняешь как так вроде бы там он отстал а тут уже ты его а поэтому вот эти вот встречи они необычные тут я вижу девушка она из америки и мы с ней пару дней назад встречались она мне рассказывала что она движется то есть я двигался в своей кругосветки с востока на запад а она двигалась там ну не не кругосветка была но она вот путешествовала западу на восток и вот она из америки переместилась в европу и мы вот там вот пересеклись а и она такая идет меня увидел это говорит о хэлло я горького она говорит типа а я имею презент для тебя я гриб супер и она мне протягивается такой сверток в фольге что-то я такой беру разворачиваю представляете а там пироженка реально такая как я хотел я хотел вот а я не нашел картинку такую когда а типа вот эклера такого да а вот чтобы тут вот с кремом с темным таким бы очень я все представил вплоть до вкуса и вот я когда я разворачиваю смотри думаю я думаю ну на вкус то точно будет я вкусу я понимаю и на вкус то поэтому здесь но на путь магический и мистический во всех и трансформационный вак во всех моментах и отношениях еще была интересная история с вот с инжиром а чем делятся да вот путь сам не независимо от людей делится еще тем я шел в сентябре его поэтому как раз урожай до яблоки и груши там сливы и прочее и а я утром вставал шел вдоль пути очень много заросли ежевики у меня на завтрак всегда была ежевика независимо от того где бы не находился иностранцы надо мной смеялись они говорили а что это это вот что это такая вкусная ягода и были я яблони по всему пути яблони 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 идешь прям земля усыпана этими яблоками и такой день идешь яблоки видишь и когда вдруг ты видишь слива ой дерево сливы на путевой путь спасибо тебе сегодня у меня вот и вот с инжиром была история такая а там вдоль пути местные жители иногда выходят и первый вариант делает вот такое вот просто стоит лавочка до столик на столике стоит чайник тут же лежит заварка кофе стоит сахар какие-то печенюшки и рядом баночка стоит donation никого нет просто стоит вот местные выставят а если хочешь ты подходишь наливаешь кидаешь этот самый донейшин и пошел дальше это один вариант а второй вариант когда а сам кто-то или сама местные жители сидят и что-то предлагает какие-то фрукты овощи какую-то еду и опять же тот же кухофе там чай а просто там есть моменты когда вот где-то кафе прям рядом 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 а когда вот куда-то в горы забираешься там кафе нет и вот они там раз там приезжают лавочку поставили сидят там что-то продают и вот значит я дохожу до какого-то такого места сидит женщина продает банана она продавала и что-то еще такое экзотическое но не свойственное в общем мире не яблоки она продавала а я такой подошел поздоровался сел такой сижу отдыхая просто она такая сидела сделать от хоть ко мне протягивает мне два инжира я такой это кугреном они она если это президент я говорю оки спасибо и такой сижу такой вот опять роскошь нет но это не подзаброс да я не мечтал о том что я хочу инжир есть ну вот инжиром тоже делитесь вот чем еще делится делится хорошим настроением потому что все даже если у человека стерты ноги да даже если у него там какое-то вот такое вот не очень внутри состояние потому что когда процессы трансформации идут с тобой лично да у тебя начинает подниматься там различные недовольство может подняться раздражение какие-то свои личные переживания но вы знаете там идет резкое переключение как только ты кого-то догоняешь или кто-то обгонять тебя у тебя что-то как будто на вот этот момент переключается где такой раз и такой буенка мина по-испански пожелание доброго доброго пути да и и улыбка у всех сразу идет и вот чем что ну чем не делятся никогда да на пути сантьяга это вот именно вот чем-то таким отрицательным потому что настрою всех такой это а все люди на пути и путь это единый такой организм который а живет в своем вот этом каком каком-то очень ну скажем так так на расчете позитивно настроенном таком состоянии и вот это вот желание делиться 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 перетекание из одного в другого ну и вот включение каждый раз друг на друга такой раз 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 поехали дальше что у нас еще есть им хорошо так ну что кто кто уже пойдет на путь на путь сантьяга а знаете самое ну лучше по времени идти либо вот где-то апрель-май либо вот там конец августа сентября в октябре уже дожди вот я уже два последних дня очень сильные дожди захватил а лето там жарит ну ну жарко реально вот даже в сентябре я шел найти вот идешь пока солнце же получается с одного бока и у меня вот так вот постоянно было половина ты идешь за за день вечером приходишь у лицо сгорело горит вторая половина такое а можно ли заблудиться на пути сантьяга на самом деле может но с другой стороны в общем невозможно а сначала когда я шел мне казалось что реально заблудить невозможно когда я заблудился я понял что это возможно но при этом это я заблудился там не нужно до было под мои какие-то страхи а вообще там реальный заблудиться невозможно потому что за 30 дней знаете я настолько привык к выстроенности системы пути сантьяга направление что когда путь закончился я продолжал искать эти стрелки там везде есть стрелки на идешь вот как какой-то столбик стоит стрелка куда тебе нужно идти вот на столбе указатель а везде либо если на нету указателей на то на земле есть вот эти вот ракушки вот такого плана ракушки и знаете там настолько вот все простроено что даже если это просто тропинка которая от отходит да вот идет тропа и друг тропинка отходит сразу же здесь же стоит указатель что тебе вот туда хотя казалось бы ты и так понимаешь ну что тут какая-то такая еле приметная тропинка на указатель все равно стоит и вот первое сколько-то какой-то сколько-то дней я шел постоянно так и я уже так привык так расстраиваются дороги там раздваивается так где у нас стрелочка а вот все пошли а и там на каждом участке пути есть волонтеры которые все это постоянно обновляют подкрашивают ремонтирует что-то если где-то там отклеилась или стерлась со временем она произошла вот какая история но я дошел до какой-то развилки как 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 я заблудился да я дошел до какой-то развилки одна дорога уходила вправо и стрелка вроде бы туда было но с другой стороны а было такое ощущение что там начинается трасса а другая дорога шла по по полям по каким обычно путники я уже привык что мы идем где-то там по полям по лесам а трасса это там машины ну велосипедисты туда уезжали я вопреки всем стрелкам решил войти короче вот по этой тропе в итоге иду я я иду час я иду два поля тропа никого не самое главное никого нету я иду я иду я понимаю что я уже два часа или там даже три уже прошел возвращаться смысла нет я думаю наш все равно куда-то приведет в итоге я так прошел весь день не игра на ни одного человека не обгоняет я никого не настиг и впереди никого не видать и позади никого нельзя я думаю ну все и стрелок нету но тропа идет уже как-то более-менее так нигде не не ответвляется но вот где идет какое-то ответвление а так идет тропа идет но в итоге мне пришлось так два дня пройти и потом как я вы потом уже стал выяснять они сказали что вот эта тропа по которой я шел она оказывается как выяснилось что вот а раньше тропа проходила так а потом ее более обустроили сделали комфортно и она пошла в другую сторону и стрелка поэтому туда что а я пошел по запасному варианту ну вот прожил свои страхи потому что ой что это никого а что там а что там в общем заблудиться невозможно так что так это мы уже смотрели да вот теперь к страхам про страхи а вот про не про страхи про опасность а если задать мне вопрос а вообще есть опасность на пути санте а вот по моим по моему опыту и по опросам других людей все опасности сокрыты вот вот здесь у каждого из нас своя такая вот волшебная коробочка где все опасности сокрыт а на самом деле вот смотрите идешь тропа проложена до эти точки питания предусмотрены точки ночевок предусмотрен если ты идешь без денег ну хорошо у тебя есть поля луга леса где ты можешь спокойно спать дальше если ну в общем если ты вот эту свою коробочку не контролируешь то тогда ты будешь бояться всего вот с чего у меня началось первый страх я первую ночь когда еще не вышел на тропу я добрался примерно до до старта и за зашел в этот лес во-первых лес был такой знаете туда невозможно было зайти то есть был лес пошла дорога и был лес в лес можно было пролезть только как-то вот так вот через какие-то кустарники я зачем-то туда еле-еле пролез потом я когда туда пролез я оглянулся и понял что непонятно как обратно вылазить там вот это ежевика заросли такие а я а такой лег и такой слышу шорохи начались я такой думаю я на этом пути санте ага а я уже там с кем-то что-то о чем-то мне по дороге там французы начали рассказывать ой да ты знаешь там же к каждому приходит сразу проверка вот ты приходишь если ты не приходишь ли ну легенда еще а когда ты еще не пошел на путь санте ага тебе обязательно по предстартовое такое состояние тебе должен прийти какой-то проводник тот кто будет сопровождать себя по всему пути но то есть это может быть что-то мистическое тебе туда в голову до придет либо это тебе кто-то встретиться в образе кого-то и потом тебя этот образ там будет преследовать ну и это приходит как мне сказали под запрос того состояния которое у тебя есть внутри и вот я в лесу у меня тут выходит такой страх что-то мне страшно я думаю вот сейчас как притяну какого-нибудь себе это вот сопроводителя какого-нибудь страшного вот эти вот там шорохи там и тут заскрипела тут а потом а я такой себе говорю подожди стоп мне же нужен проводник там хороший нужно вообще вот с лесом пообщаться и такую говорю лес ну вот я в общем в твоей в твоей воле да в твоей власти но вот все его и вдруг знаете раз как-то пространство становится абсолютно другие вот эти шорохи да все живым становится я такой говорю себе вот мой проводник мой проводник это вот этот вот волшебный лес он живой я я почувствовал что лес это не отдельные деревья да это вот некое такое вот организм такой живой и реально я потом на протяжении всего своего пути когда ночевал но я ночевал там например в поле мог ночевать где-нибудь там на лугах но как только я оказывался в лесу я прям чувствовал вот эту вот ту защиту и и обе обережение такое какое вот я словил вот в эту первую ночь но сначала был вот этот страх да вот это который здесь возникало всего сейчас чего-нибудь тут кто-нибудь вот второй момент со страхами был он был связан скажем так с не с темной дорогой дорога которая была какая-то вот ну по моим представлениям какая-то безлюдная и опасная у меня сразу же поднимался вот еще один вариант страхов да я так ушел так людей позади нет впереди нет у меня мыс появлялась вообще мистическое у меня появлялась мысль что я бы выпал в другое пространство я думаю все я уже не на пути сантьяго я наверное куда-то переместился на параллельную какую-то это я такой ну люди где где люди люди не появляются все я точно выпал в какое-то пространство а там там знаете там на самом деле очень красиво а вот кроме трансформации там еще внешняя картинка она очень красиво и там прям есть такие места где ты идешь по какой-то тропе деревья прямо вот так на этот путь а эти самые стволы деревьев такие заросшие вот как будто в сказку попал такой вот какой-то сказочный станет но при этом такое ощущение сейчас какой-нибудь там леший выскочит или что-нибудь такое вот выйдет и поэтому ну нормальное ощущение я вывалился в другое какое-то измерение и вывалился вот вот несколько раз я себя на этом ловила потом каждый раз вспоминал что лес он же меня сопровождает в общем чего ну тапану в лесу мы идем дальше и в общем со страхами все про проходило а дальше вот это вот фигурка святого якова и его тоже старт странный страх да казалось бы покровитель тропы а я слышал от других людей что с одной стороны идя по пути они говорили а есть желание встретиться здорово было если бы раз и встретить до того кто покровитель а с другой стороны представляешь раз такой святой якобы выходит а и а легенда гласит что впереди святого якобы всегда идет пёс лежит пёс сначала появляется пёс а потом я и меня было несколько раз когда я еду по тропе вдруг причем навстречу а я встречал несколько раз а пилигримы которые ходят по тропе они идут как бы в одном направлении к городу сантьяго до компостела но есть те те умельцы которые ходят по многу месяцев по пути сантьяго и они идут и так по кругу то есть они идут например до сантьяго компостела потом разворачиваются и идут по побережью в обратную сторону и ну и вот так вот несколько месяцев хоть вот и и в связи с этим иногда люди получается идут те навстречу вот у меня пару раз было когда я иду и вдруг раз собака выбегает нет сейчас как выйдет это якобы ударит посохом и скажет что ты тут делаешь да о чем ты сейчас думаешь я такой так о чем я сейчас думаю вот вот но опять да вот опять в общем все все вот здесь в голове еще была интересная история вот здесь вот на велосипеде если кому-то видно если кому-то не видно говорю там смерть такая на велосипеде картиночка была такая ситуация после того как я встретился вот ну вышла собака я подумал сейчас выйдет святой яков и все и придает меня к ответу вышел на самом деле француз такой ободранный значит в это самое ну такой вообще вот он как раз уже три месяца путешествовал по этой тропе и но самое интересное знаете по сути дела может быть это и был как образ до якова потому что когда мы с ним на привале потом сидели он мне читал псалом 20 рой на из французском языке это было вот интересно да не понимая что он считает слова просто слушать чистое состояние а так вот после того когда я встретился уже со святым якова я такой думаю ну теперь можно только с кем встретиться на тропе опять да вот голова опять включилась я думаю с кем еще можно встретиться на этой тропе чтобы прям уж так испугаться но наверное со смертью я подумал и забыл потом на следующий день или через там по пару дней я значит иду по тропе и и вот опять вот это состояние было что я куда-то выпал дав что-то я не в том измерении людей нет я такой так там нет там нет ну ладно идем дальше иду по полю я шел и вдруг я вижу а дорога поворачивала вот так и я получается вижу как бы продолжение дороги я не вижу дорогу саму а вижу вот это поле а люди которые бы по этой дороге двигались я вижу как бы их половину да и они мне на встречу получается и вдруг я вижу представляете появляется но мы я так про себя решила это смерть я вижу что-то такое а в саванне ну смысле вот как будто мешок такой этот ну мешковина такая да вот и и вот как будто кто-то идет вот этой такой мешковине и вот этот медленно-медленно но плавно так и так вот движется я такой вспоминаю что я же сказал я же заказал смерти я такой думаю ну все смерть пришла я такой думаю а сейчас смешно тогда мне было не смешно правда и вот а вот это такое плавное вот это уже с твердой моей убежденностью что это смерть она так вот значит движется и выворачивает а из-за того что я сижу в своем страхе я вообще не вижу что там на самом деле я вижу только вот эту верхушку вот это вот вот это мишка мишка что-то в мешковине и на меня ползет когда я когда это со мной равняется а меня уже настолько страх охватывает что мне кажется я вообще ничего не вижу потому что я в какой-то момент такой вдруг раз и я вижу что это едет мужчина на велосипеде у него за спиной вот так вот навязаны мешки и вот эти мешки создают вот эту видимость вот это мишка вины а издалека из-за ну когда вот он за вот этим высоким там зарослями на поле было видно как бы вот эти вот мешки они двигались на велосипед ехал медленно и не двигались и он так мимо меня проезжает и так на меня смотрит и мимо меня проезжает знаете он словил наверно мое состояние потому что но обычно люди так не не вели себя а он проезжает мимо меня так у него себе я такой думаю вот это да путь за тяга все говорят доброго пути а он легла все я такой себе стоп а че я сейчас сделал я сейчас питал свой страх и грелой все смерть а пришлось потому что на самом деле вот почему про смерть там начинаешь думать там вдоль а пути есть где таблички там или там таблить табличками а что там на этом пути кто-то в каком-то году там закончил свою жизнь вот и связи с этим эта мысль о смерти она периодически возник вот но опасности нет если туда туда в общем если со своей головой разобраться то все вообще супер отлично теперь к старту приходим то есть это я основные какие-то составляющие пути сказал а классический путь смотрите путей там а на самом деле много они все сходятся в городе сантьяго де компостела но старты а разные вот классические которым я шел он начинается в городке сэн-жан-пьер-депорт а это граница франции испании и это по северу испании вот так он проходит есть путь чуть выше а он идет прям по самому побережью он называется северный есть путь который идет из парку из португалии он там короткий он что там 200 километров они некоторые люди которые идут которых много времени которые вот ну реально идут за трансформацией они выходят с парижа ночью из австрии кто-то там шел то есть они выходят издалека и до этих 800 километров они проходят два раза по столько а при старте тебе выдают вот такой креденсиаль называется этот такой креденсиаль а это такое вот паспорт паломника ты приходишь в кафе тебе на протяжении пути для того чтобы тебе в конце дали свидетельство о том что ты теперь все грехи очистил свои или вот он внизу это вот просто а это вот мой который уже со штампиками эти там штампики всякие красивые в кафе и в гостиницах они делают специально такие красивые штампики свои каждый свой специально ну чтобы вот сразу было видно что это не и надпись там идет кафе такое то или гостиница такая то а на протяжении пути тебе нужно собирать под вот эти печати а ну предполагается что в конце кто-то это будет проверять а когда по на финиш ты приходишь если видят что ты там вышел с сэн-жан-пер-депорт то никто не будет печать и так понятно угу-гу сколько ты отмахал проверяют тех кто ну вот эти 100 километров идет видят что он стартовал из лиона ну там могут что-то посмотреть потому что есть умельцы которые что делают ну вышли например откуда-то даже сэн-жан-пер-депорта потом надоело им идти они вышли на дорогу сели на автобус там проехали сколько-то потом дальше вышли на трассу и еще там проехали но как бы у каждого под запрос что ты хочешь не никому не возбраняется и так значит а получаешь креденциаль по дороге вот эти вот штампики собираешь сэн-жан-пер-депорт там есть офисы куда ты приходишь и тебе там выдают во-первых вот эту вот замечательную бумажку для штампов во вторых у них есть самое интересное что на русском у них я думаю сейчас уже наверное есть когда я был на русском у них не было вот я такой сказал почему по-русски это не они говорят потому что вы русские не ходите а они выдают такой листок где идет разбивка всего маршрута по дням но такая как рекомендательная там рассчитано на на 34 на 35 дней вот этот вот путь по их рекомендации примерно по 25 километров а на этом самом она на этой листочке а указаны где какие кафе есть где какие гостиницы до основной и указана высота над уровнем море где где и как ты вот это вот будешь там а это первый листочек а второй листочек еще какой-то давали ну вот второй у меня где-то сразу потерялся я честно говоря не просто был на том листочке потому что я и с этим то где разметка была я со второго дня уже понял что я не иду по их рекомендациям потому что смотрите реально некоторые люди идут когда они пройдут там ну вот по и посели своей да кто-то может пройти пять километров он прошел и он сразу ищет альберга и останавливается и все и он будет идти столько сколько ему нужно идти а кто-то там некоторые ребята были они бежали там старались мне надо сегодня 45 километров пройти и 45 зачем 45 я вот спокойненько в удовольствии но в трансформации конечно поэтому ну вот приходишь в этот офис они тебе говорят ой здорово все за чего-то там по моему я какую-то анкету заполнял выдали они мне вот вот эту штуку листочек этот выдали пожелали счастливого пути выходишь и вот от офиса идет вот такая вот узенькая улочка вот так вот эти домики и ты по этой дорожке прям выходишь и там начинается уже пошли уже стрелочки которым ты начинаешь привыкать и дорога сразу же идет вверх это мы вернулись к первым суткам то есть старт сен-жан-пер-де-порт а по улице между домами выходишь и дальше первый день начинается сразу вот как как путь так мудро построен сразу же первый день ты начинаешь идти в гору сразу же перед перевал тебе нужно перевалить за первый день и первый день вот по их по их рекомендациям обозначен 27 километров и ты должен сначала в гору подняться и там реально прям такие знаете есть листа где вот но здесь не очень видно но здесь вот очень сильный уход прям сильные уклоны вверх прям идут сразу же в первый день когда ты еще не подготовлен есть прям вот когда вот так вот дорога вверх да еще вот так вот закручивается и ты такой уже идешь что-то дыхание сбивается думаешь будет так все хорошо всегда пешком ходила тут прям а то есть а вот первый день он он тебя сразу так ну-ка давай-ка мы тебя проверим насколько ты а потому что если бы тропа шла бы ну сначала ровненько было бы вообще вы классненько привык а потом уже будет а тут сразу в гору 27 километров подъем а потом еще и спуститься а спуск там при моих вот этих кроссовочках которые все камушки чувствовали а там камень каменистая такая причем знаете вот эти пограли какой-то такой и а когда уже ноги стерты и когда вот это все чувствуется уже такое идешь думаешь а вот но вот здесь значит поднимаясь когда я начал общаться уже с людьми и выяснил что некоторые люди уже идут не первый раз и они уже такие все знают они говорят сейчас тут через пару километров будет кафешечка мы там посидим а потом через два километра они не лет будь гостиница мы там остановимся я говорю как 4 километра пройдете все они говорят ну да завтра выйдем еще пройдем 10 километров и еще остановимся вот то есть люди уже идут на второй раз вообще уже в таком вот расслаблении с удовольствием а а ты идешь такой еще ничего не знаешь да еще и вот это в гору в итоге а я не знаю сколько я прошел километров потому что я до конца не дошел в общем до верха и дошел а и потом начало уже смеркации я думаю ну ладно буду уже стараться бежать надо же хоть спуститься то такое а в итоге я когда стемнело я где-то был на спуске иначе начали появляться не просто гору уже пошли деревья и в общем а я упал я достал спальник а застегнулся в него и упал вот прям вот кювет такой вот тут дорожка это а здесь такая как вот ямка такая ну вот как кювет прям такой трава какая-то я упал просто и вот я отключился в один момент утром я просыпаюсь от того что мне такое ощущение что я в море плавал то есть я весь мокрый я открываю глаза и понимают что выпала роса и вот эта вся трава и вот этот кювет они практически но вот в общем я в воде лежу у меня спальник весь такой мокрый а плюс вот это вот какая-то мороз такая вот непонятная утренне я встаю весь мокрые а я еще и встать же не мог да я встаю о наково я стою я начинаю вставать я понимаю ой вот тут мышца есть это от мышца есть а еще тут мышцы а вот здесь рюкзак натяну рюкзак вот такой вот легенький ой я вот я вот так не могу согнуться и вот так не могу разогнуться я очень сначала не мог долго поднять подняться потом я не мог сложиться как это правильно встать потом я понял что я не могу на ноги опереться потому что у меня там все стерто я такой вот это и это только сутки прошли до мокрый мы что все болят ноги все сбиты куда и назад уже не дайте убежи же вперед куда еще не известно там сколько и вот и потом да и потом вот это то что я уже вам рассказал и я сижу такой на вот этой обочине и ко мне все подходят и лейкопласты но все потом когда у меня ноги залепились я поднялся и вот а дальше соединяю да про женщины тугарил я увидел вот эту женщину которая идет еле-еле с двумя палками я подумал сашину встаем и идем мы пошли быть сантьяго пошли к трансформации стартовал я 5 сентября 8 сентября мне день рождения то есть через три дня был первый дождь на моем пути я прошел три дня я уже вот тут такой в более-менее веселенький такой пошел дождь и это был вот самый там как раз верху вот перевал вот эта картиночка вы можете постоянно в интернете видеть где там из металла такие вот фигурки сделаны это как раз на перевале и а наверх когда поднимаешься там ветер сносит дождь еще идет у меня день рождения у меня ноги все стерты валили классно такой а рюкзак получается оставался не незакрытым и мне кто-то там увидел из из пилигримов там и мне далее еще один такой плащик и у меня такая радость я думаю подарок на день рождения для моего рюкзака мне дали этот самый плащик я иду такой счастливый ну и общем я когда немножко там не спустился еще с этого перевала а я там был какой-то поселочек а пошел сильный сильный дождь здесь еще не очень он был а потом он просто ливнем пошел и вот здесь я встретил ребят она с австралии а он по-моему француз и я им такой говорю привет привет а я говорю я вот у меня сегодня день рождения никто классно говорит и рождение смотри вон какая погода все на его почему мы втроем отмечали мой день рождения сидя сидя под крышей какого-то там заброшенного дома вот первый дождь был но так как вот он был такой не очень я я еще не понял как это дождь дождь это не очень на самом деле приятно так реже режимы какие да на пути сантьяго подъем да я уже говорил с четырех часов начинается вот это вставание и люди начинают идти обычно основная масса людей идет где-то в но километра километров 20-25 и к часу уже люди начинают оседать потому что начинается жара они начинают оседать я по альбергам и все а и уже до следующего утра они там начинают между собой общаться а если до города до кого-то дошли где есть достопримечательности ходят что-то смотрят все и до следующего утра следующее утро также начинается второй вариант а кто-то встает рано идет до 12 где-то в лесу там или в городе чего-то ходит смотрит или в лесу где-то в тени отдыхает а потом же распадает часов 5 начинается второй переход и вот на пути можно прям отслеживать когда поток увеличивается это утренний поток и потом когда жара спадает все а в 9 в 9 30 это уже вообще край просто все 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 затихает все засыпают что в 4 уже вставать все надо отоспаться плюс еще вот эта активность нагрузки такие они а по поводу это вот день так складывать и он каждый день один один и тот же до никаких тебе планов не надо строить все уже заранее простроен стал идешь отдохнул дальше идешь заснул стал идешь вообще супер ничего не надо придумывать а по поводу вот режима который происходит дано на месяц а по больше по моим наблюдениям ну примерно и по рассказам других людей вот первый день я и когда ты только приходишь и вот это все смотришь да но начала только когда такой интерес возникает о классно как все все новое что-то такое необычное а второй третий день вот это вот боль и вот эти вот мысли которые начинают появляться а надо ли было идти о я зачем было это делать а это то это тоже классика у всех а может быть кто-то меньше стирает потому что обувь классная а где-то с пятого дня давно не день но пятый наверно но неделя максимум до начинать происходить вот такая сонастроенность путем и происходит такое знаете уже уже тебя нет отдельного ты уже становишься тем что что есть да и если есть что есть но в общем нет разделения никакого а через пару недель а к концу третьей недели приходит такое состояние что ты думаешь что это будет продолжаться вечно и это не может закончиться но потому что это так здорово ты какой-то другой и все что происходит какое-то такое настоящее какое-то вот такое вот ощущение мира абсолютно другой но это я пытаюсь объяснить словами те состояния которые нужно просто пережить это еще один посыл к тому что это это нужно пройти чтобы почувствовать как это здорово мне показали сейчас на часы у нас осталось 10 минут это вот тот человек который с собакой я говорил появился да это вот святой яков который мечтал до псалом 22 мечтал я спросил как его зовут он сказал что его зовут пилигрима переход перехоха я говорю а зовут так как он говорит но вот так зовут вот он четыре месяца уже ходит вот так вот до сантьяго и обратно и он говорит что я каждый раз узнаю себя нового и в общем буду продолжать ходить а второй этот святой яков это был еще один француз тоже на встречу шел его звали алекс но у меня нет его фотографии он отказался фотографироваться он сказал что он скрывается там от кого-то и собака у него была двиг так это про смерть мы уже рассказали так на по про пару мест где можно остановиться с интересом у меня была остановка а городок панферада это уже дальше чем за половину в этом городке есть храм при котором есть мину место для паломников и этот храм он действует по принципу как раньше было изначально у них нету ценника у них нету в общем ценника нет у них стоит просто коробочка и они принимают у себя паломников по-прежнему принципу ты приходишь ты можешь остановиться если ты можешь заплатить ты платишь если ты не можешь заплатить тебя просто принимают они во дворе выставляют у них там растет вот виноград они выставляют прям в коробках этот виноград вот так грозди уже сорваны он прям стоит когда захочешь не сначала тебе предлагают этот виноград от откушайте потом заселяют тебя а там есть по центру вот как заходишь сюда место кухни где можно приготовить что-то поесть ну и все тут вот начинают общаться это один а а это вот второе близи местечко леганды это это уже почти что по вот санте сантьяго де компостела там еще где-то день или два до сантьяго эти есть замечательное такое местечко там как они называются миссионеры миссионеры из по моему из америки или из канады они организовали там такое место где принимают паломников а это их служение такое у них тоже по такому же принципу стоит коробочка можешь заплатишь нет а у них с это с развлекательной программы а я сначала прошел вот да вот опять наши страхи стоят какие-то ребята в оранжевых таких майках чего-то там кричат я думаю так это 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 не ко мне у меня на пути сантьяго я трансформируюсь я не потом я такой прошел чувствую нет что-то я как-то с ними же не пообщался надо же пообщаться узнать что я вернулся возвращаясь они мне говорят вот у нас значит тут специальное место вы можете я говорю я могу остановиться да можете остановить но они принимают у себя 10 человек или 11 у них один из кровати все вот вот у них развлекательная программа следующие ты приходишь они тебя заселяют и дальше у них начинается такая программа там по моему с пяти вечера начинается сначала все собираются и каждый на своем языке пишет пожелания следующим людям которые придут и они складывают у них там вот столько уже этих потом они проводят показ фильмов связанных там с христом и вот такие вот миссионерские какие-то фильм что самое интересное когда ты смотришь фильм они тебе приносят эти самые тарелочках это было легче попкорн вот это мне было очень забавно мы будем сейчас смотреть фильм про христа и будем есть ковкорриду венья современных современные особенности вот потом а совместный обед а потом каждый делится чем-то своим кто-то там поет если интересно вы можете в у меня в ютюбе потом посмотреть там есть запись вот с этого как раз леганды там парень на французском поют песню там еще что-то происходит вот а у меня про прайс-лист не пройдите плейлист плейлист ютюбе он прям называется путь сантьяго и там кусочки прям записаны можно посмотреть подробности вот и а финиш значит на финише что происходит а когда приходите в сантьяго до компостела а вот этот собор на центральной площади а путь пройден люди собираются такие кто-то там в таком эйфории лежит происходит вот это осознание кто-то там чем-то делится а потом служба проходит в в соборе где раскачивают вот это вот большое такое кодила такое мистическое действие тоже я думаю если вы интересовались видели наверно в интернете но там на самом деле лучше надо присутствовать потому что это опять вот это вот состояние а не то что картинку просто увидеть вот 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 такой вот выдают сертификат о том что ты ну вот при перевод я посмотрел потому что это же не знал до настоящего какой же там перевод вот посетил свидетельство вручаю все документ скрепленные печатью святой обители в знак того что человек общим прошел но в общем все хорошо что хорошо заканчивается вот такой вот дают сертификат но а дело свидетельство но дело не в этой бумажке дело в том что вы получаете себя другого а примерно я вот обозначил для тебя что происходит во время пути как я это проанализировал сначала идет вот такая разболтанка и тебя чистит тебя чистит на уровне тела и вот это все А то я до этого-то и не знал себя. Поэтому путь Сантьяга – это возможность обнулиться в голове, включить, задействовать активность своего тела для того, чтобы убрать вот эти все какие-то там подсознательные наши зажатости. Путь дает возможность выйти из привычной схемы. И вот этот вот ритм, знаете, когда ты встал, идешь, лег. Встал, идешь, лег. Встал, идешь, лег. Никаких планов, никаких вот этих вот суеты, беготни. Ты начинаешь жить в другом режиме. Ты ничего не понимаешь сначала, что происходит. Надо же планировать. Нет. А если ты начинаешь на пути Сантьяга планировать, все будет рушиться. Надо просто отдаваться вот этому вот течению, и все будет происходить, и ты начинаешь становиться другим из-за того, что ты начинаешь жить в другом ритме, в другой схеме, в другом алгоритме, и благодаря этому ты становишься другим.